мур привет друг это зверько и сегодня у нас будет необычный гайд он будет без сценария и я хочу рассказать как я принимаю решение в бою напиши в комменты потом как получилось естественно мои решения основываются лишь на том что я видел в данный момент боя на что обратил внимание и порой что мог не заметить и так меня заинтересовал попали в нестандартную сборку в поддержку в чем особенность конкретно этого героя в том что попаль считается стрелком а купа ближником и если например купить косу коррозии то укусы купы замедляют как удар ближника но к этому замедлению прибавляется дебаф от выстрелов пополя вот и эффекты других предметов складываются как будто от двух героев грех тем не воспользоваться попаль становится гораздо более живуч имеет средний урон и легко получается реализовать контроль которым он владеет вот сборка который у меня в бою и вот эти эмблемы старт традиционный отжим леса и помехи для фарма противника замечаю замес на миду и отправляясь туда на помощь для неопытных игроков может показаться что это стил килла но когда я играю всерьез мне плевать если у меня уведут фраг я нацелен только на победу и не хочу даже дать шанс на то чтобы сбежал анселот дальше всегда когда есть случай я наношу урон башни куча фрагов бессмысленно если у противника все башни а у тебя сносит трон пока дариус не светился хочу проверить синий баф и встречаю демона в кустах щит на себя и грамотные союзники не оставляют дариусу шанса занижаем фарм противнику забирая его синий баф просаживаем по хилам и делаем даблкил ланселот постояв в моей ловушке горит желанием отомстить хуфра к сожалению не успевает среагировать и пропускает анселота минус я после непродолжительного фарма взяв топор на лес я сношу башню по-хорошему стоило в кусты поставить мину чтобы подсветить противника приближающегося но поскольку я не видел дариуса с ланселотом я предполагал что прибегут отбивать башню дариус не смог оценить билд за что и поплатился на миду у нас продолжительный замес и пора помочь команде защищаем гвеневру делаем пару киллов и замес выигран пока враг останавливается стоит забрать черепаху гас цену щит нужнее чем остальным поэтому черепаха отдается ему хильда подсвечивает малочисленных противников а анселот внизу пытается отпушить к башне поскольку у нас вся команда к сборе отжимаем башню я ставлю заградительную мину чтобы враг не подошел сбоку а команда устраивает переполох прямо под башню противника приходится подождать пока купа восстановит здоровье я ставлю ловушки предполагаемом месте схватки команда оказывает давление сразу на две вышки противника держась вдалеке используя волка как контроль под ультой отжимаем вышки и сносим линию анселот пытается воспользоваться тем что купа у меня мертв а я не могу призвать если наносится урон либо я двигаюсь однако запас здоровья позволяет успеть поставить ловушку по карте видно что вокруг лорда ошивается танк а значит вражеская команда направиться к лорду потому что они понимают что по тактике если сейчас мы возьмем лорда то это гг мы встречаем отчаянное сопротивление призывая купу к себе я накидываю массовый контроль и выживаю призывая к себе Двух убийц у меня пережить не получается. Оказав сопротивление, враг старается захватить лорда. И, к сожалению, им это удается. Один на один он слот переоценивает свои силы. Все-таки у меня здоровье больше, и у меня собака. Гвиньев раздерживает лорда. Пока пытаемся закончить игру. Однако самоуверенность команды мешает собраться всем в одном месте и все-таки допушить трон. Бой затягивается, но это помогает мне лучше оценить свою сборку. Сбиваем прыжок хуфры контролем. Добиваем убийц. А дальше уже дело техники. Вот такая игра по полям и купой в саппорта. И вот такой формат я и придумал для героев, на которых уже были полные гайды. Но сменилась сборка. Напиши свое мнение в комменты, а я обязательно прочту. Не забудь подписаться на канал, если тебе понравилось. И удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...